Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник, и здесь мы учимся использовать язык программирования CommonLisp. В одном из предыдущих роликов я рассказывал про утилиту Roswell, которая помогает устанавливать разные реализации CommonLisp и управлять ими, а также про некоторые другие ее возможности. Сегодня я хочу поговорить про другую утилиту, которая называется Clot. Clot позволяет создавать изолированные окружения и устанавливать библиотеки для каждого проекта отдельно. Для тех, кто знаком с языком Python, можно сказать, что ближайшим аналогом Clot является VirtualEnv. Clot точно так же позволяет создавать локальные окружения и ставить внутрь них библиотеки. А также Clot позволяет фиксировать версии этих библиотек. Благодаря этим двум особенностям с помощью Clot можно добиться стабильных сборок вашего проекта. Давайте же посмотрим, на что это похоже. Для начала я создам пустое окружение Clot, и мы посмотрим, что появится внутри. Для этого нужно сделать пустой файл, который так и называется, QL-файл. Теперь запустим саму утилиту и скажем ей команду install. Подождем немного пока, Clot скачает для нас последнюю версию QuickList. Из вывода утилиты видно, какую версию QuickList поставил Clot. Это версия за ноябрь. Теперь, чтобы запустить Lisp с активированным локальным окружением, нам нужно выполнить команду ClotExec. После нее может идти либо запуск самого Lisp, типа SBCL, но я обычно использую Roswell, поэтому у меня эти две команды скомбинированы. Я пишу ClotExec.Ros, а дальше обычно либо Run, либо Emacs. Сейчас я запущу Emacs, а внутри Emacs запущу Slay. Теперь давайте посмотрим, куда будут вставиться библиотеки, которые я ставлю через QuickList Client. Давайте установим библиотеку для работы со строками str. Вот она компилируется, компилируется, что-то много там всего компилируется. И с помощью команды where is system мы можем посмотреть, куда поставилась библиотека. И тут видно, что поставилась она внутри папки моего проекта, ClotPlayground. Все библиотеки, которые ставятся при активированном Clot окружении, попадают в подпапку Clot. Для того, чтобы создать локальное окружение, я создал пустой файл, QLFile. Но если мы посмотрим внимательно, то увидим, что рядом с ним теперь существует еще один файл, QLFile.log. В него Clot записывает версии тех дистрибутивов, которые он начал использовать. Если мы посмотрим сюда, то увидим, что версия QuickList зафиксирована на версии от ноября 2022 года. Это значит, что закоммитив такой файл в репозитории вместе с QLFile, мы тем самым получим стабильные сборки нашего проекта. То есть другой человек, скачав репозиторий и сделав ClotInstall, получит ровно ту же самую версию библиотек, которую использовал я, когда этот проект разрабатывал. В начале ролика я говорил, что Clot позволяет фиксировать версии некоторых библиотек. Предположим, на проекте мы используем библиотеку Dexador для того, чтобы работать с HTTP, но обнаружили, что в последнем релизе QuickList в этой библиотеке имеется баг, и мы хотим откатиться на предыдущую версию Dexador, но при этом все остальные библиотеки хотим брать из последней версии QuickList. Для того, чтобы добиться такого результата, нужно немного изменить описание локального окружения в QLFile. Давайте же для начала выясним, какая версия QuickList была предыдущей. Для этого есть такая команда, которая выводит все версии дистрибутива QuickList. Сейчас вывелись версии за все года, но нам столько не надо, поэтому возьмем предыдущую версию, самую последнюю и предпоследнюю. Предпоследняя версия за июль. Открываем QLFile и пишем здесь, что нам нужно взять из QuickList библиотеку Dexador и использовать версию QuickList от июля 2022 года. Все, сохраняем файл. Теперь можно выйти из Emax, даем команду Cloud Update. Эта команда обновит окружение и зафиксирует новые версии библиотек в QLFile.log и посмотрим новое содержимое файла QLFile.log. Тут видно, что в нем появилась секция, которая говорит о том, что библиотеку Dexador нужно брать из QuickList за июль, а все остальное нужно качать из дистрибутива QuickList за ноябрь. Таким образом, мы откатились на предыдущую версию библиотеки Dexador. А все остальные библиотеки будут более свежими. Посмотрим, сработало ли это, снова открыв Emax. Для проверки я загружу библиотеку STR и Dexador, и мы посмотрим пути, по которым они загрузились. Из путей будет видно, к какой версии дистрибутива QuickList относится та и другая библиотека. Итак, глянем, что куда загрузилось. Библиотека STR у нас за ноябрь. ADEXADOR за июль. Все как и ожидалось. Кстати, интересный факт, что данный трюк Клод проворачивает, создавая как бы псевдо-QuickList совместимые дистрибутивы. Если мы взглянем на то, что выводит QuickList клиент, то увидим, что теперь в системе зарегистрировано два дистрибутива. Один QuickList, а другой Dexador. Вот они, эти две библиотеки, и для Dexador указана версия QuickList за июль, а для всего остального – ноябрьская. Ага, скажете вы, Клод умеет управлять дистрибутивами QuickList. А неужели их может быть больше одного? Ага. Ну, конечно, может. Потому что QuickList – это центральный репозиторий. В каком-то из роликов я уже упоминал, что есть такой проект UltraList, которым я занимаюсь, и этот проект предоставляет альтернативный QuickList репозиторий. Кроме того, у некоторых других разработчиков, использующих CommonList, тоже есть свои дистрибутивы библиотек, которые они делают. Сейчас я покажу, как можно буквально одной строчкой настроить ваш проект так, что QuickList клиент будет использовать дополнительные дистрибутивы для того, чтобы искать в них библиотеки при загрузке. Для того, чтобы это сделать, нужно добавить в Coil файл всего одну строчку. К примеру, сейчас я подключу UltraList. И все, после этого нужно сделать CloudUpdate, и библиотеки, которые находятся в UltraList, будут ставиться из него. Если библиотека в UltraList не находится, то Cloud будет искать ее в официальном репозитории QuickList. Что ж, давайте сделаем апдейт. После апдейта нужно обязательно перезапустить Lisp, потому что иначе он не увидит нового диста. И вот у нас в списке дистрибутивов появился UltraList. Есть еще пара альтернативных QuickList дистрибутивов от Николаса Хафнера и Павла Королева. Ссылки на них я дам в описании. Если вы знаете еще какие-то дистрибутивы CommonList библиотек, обязательно напишите в комментариях. Мне очень интересно посмотреть, что там. А сейчас давайте перейдем к следующей теме. Я только что показывал, что в Коилл файле можно указать версию конкретной библиотеки. Но точно так же с помощью Cloud можно сказать, что вот эту конкретную библиотеку «Стайв, пожалуйста, прямо с гитхаба». Либо последнюю ее версию, либо из определенной ветки. Сейчас я хочу продемонстрировать это на примере библиотеки, которую я в свое время запатчил, так, чтобы она лучше справлялась с обработкой ошибок. Эта библиотека предназначена для работы с сервером Gearman. У меня есть форк этой библиотеки, которая лежит в репозитории «светляк 40vt.sl.german». Чтобы с помощью Cloud ставить эту библиотеку прямо из гитхаба, достаточно добавить всего одну строчку в Коилл файл. Открываем его и пишем «гитхаб», дальше «sl.german», имя библиотеки, и дальше «логин пользователя.slash.repository». Дополнительно можно указать, например, «branch». Обычно я делаю бранч со своими патчами и так и называю его «патчи». Все, теперь запустим Cloud Update. В выводе «клод» видно, что он создал новый дистрибутив, который называется «sl.german», и этот дистрибутив соответствует версии библиотеки с гитхаба, соответствующей этому хэш-коммиту. Если заглянуть в «клодфайл.log», то там будет видно, что «sl.german» запинен, то есть библиотека соответствует бранчу. Можно сделать более строгий пин, когда вы указываете не ветку, а прямо конкретный хэш-коммита. Это будет более надежно, потому что даже если ветка на гитхабе когда-нибудь изменится, «клод» все равно будет вытягивать ту версию коммита, которую вы указали. Посмотрим, как это сработало. Идем в «reple», рестартим, смотрим «дисты». Тут появился «dist.sl.german». Попробуем установить эту библиотеку. А теперь посмотрим, как выглядит путь ее установки. Тут видно, что «клод» создал под нее отдельный дистрибутив «sl.german». И тут библиотека скачалась в папку, которая также снабжена хэшем гид-коммита. Теперь я хочу показать вам, как выглядит реальный QL-файл с описанием локального окружения для одного из моих текущих проектов, того самого ultralisp.org. Итак, первое, что здесь видно, это то, что я использую для сборки ультралиспа сам ультралисп. Дальше у меня идет запиненная версия QuickDist. QuickDist — это библиотека, которая помогает мне в ультралиспе формировать файлы с метаданными для репозитория. Дальше я говорю о том, что библиотеку «Selstr» надо ставить из QuickLisp, а не из ультралиспа. Потом идут какие-то библиотеки, которые я в свое время патчил. Например, у меня есть запатченный Sly, CL-Kron, тот самый CL-German, который мы только что смотрели. И некоторые другие библиотеки тоже здесь запинены. Все это позволяет сделать сборку проекта на CommonLisp более надежной, что очень важно, когда ты делаешь проект, который предполагается, что будет развиваться в долгие годы. И еще более это важно, когда над проектом работает целая команда. Вообще я использую CL-Klod не только для проектов, которые будут жить долгие годы, но и просто с его помощью делаю себе некоторые песочницы, в которых устанавливаю библиотеки, с которыми хочу поиграться, а потом просто удаляю эти песочницы так, чтобы не захламлять общее пространство на компьютере. Ну а на сегодня у меня это все. Используйте Клод, Розвал и другие инструменты для CommonLisp, которые делают для вас члены сообщества. Ссылки на все эти инструменты я оставлю внизу в описании. Там же будут появляться ссылочки на другие ролики смежных тематик. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал. И если есть какие-то темы, которые тебе хочется, чтобы я осветил, не забывай писать про них в комментариях. Это очень полезно и помогает мне собирать темы для следующих выпусков. Пока! Всем Леспа в ваши сердца!